Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 26 августа, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Бездействие власти или беспечность матери? Почему многодетную жительницу Ульяновска хотят лишить родительских прав? Без родителей и через разные входы. Как начнут работу ульяновские школы? Слава мостостроителям! В Ульяновске открыли монументы и транспортную развязку. В Ульяновске открыли новую развязку президентского моста и запустили автобусный маршрут. Торжественная церемония состоялась при участии заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина, представителей Росавтодора и мостостроителей. Как новый участок дороги сможет разгрузить транспортный поток, выяснял наш корреспондент. Череда торжественных событий состоялась на президентском мосту. В честь работников моста отряда в Ульяновске возвели монумент. Красавец-строитель с волевым профилем на фоне фамилии тех, кто 20 лет возводил этот крупнейший объект федерального значения. Новый памятник сооружен под девизом «Соединяя берега людей и эпохи от благодарных граждан России». Автором выступил ульяновский архитектор Владимир Сергеенко в тандеме с московским скульптором Кареном Саркисовым. На церемонии открытия собрались первые лица города и области в компании зампреда правительства Российской Федерации Марата Хуснулина. То, что мы через столько лет не забыли тех, кто его строил, это очень знаково. То, что нашли силы, возможность, деньги все-таки увековечить имя тех, во-первых, увековечить название организации, фамилии людей и сделать непосредственно памятник. Я считаю, что это огромное достижение. Анатолий Устинович Горохов приехал на стройку века из Сибири. Будучи 20-летним парнем, он и не догадывался, что останется жить в городе на семи ветрах. Здесь у него есть дом и большая семья. Анатолий искренне рад тому, что его товарищей не забыли. Это очень, ну, будем говорить, мощное такое начинание. И, пожалуй, это первый такой монумент в России, посвященный маслостроителям. На левом берегу продолжилась праздничная программа. В этот же день открыли не только памятник, но и транспортную развязку. Строили ее два года. В нее вложено более двух миллиардов рублей. В конце ноября, после строительства надземного перехода через Димитровградское шоссе и благоустройство, объект планируют сдать в эксплуатацию. Также готова дорога, соединяющая улицы Врача Михайлова и Оренбургскую. По новому объекту запустят общественный транспорт. Это развязка, логическое продолжение того моста, который был построен 12 лет назад. Она позволяет интегрировать мост в транспортную систему города Ульяновск. Позволит разделить транзитные потоки и пассажирские потоки. Снизит аварийность. С открытием движения запустили маршрут номер 10. Он будет проходить через центральную клиническую больницу, Заворский ЗАГС, перинатальный центр, дом детства и парк 40-летия в ЛКСМ. Первый автобус будет отходить в 5.30 утра от проспекта Дружба народов. Всего на маршрут выйдет 4 Семаза. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ. Внимание, переезд. На железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги в Ульяновске провели акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий. О мероприятии расскажет наш корреспондент. С начала 2021 года в Ульяновской области по вине автомобилистов на железнодорожных переездах произошло 139 ДТП. Как отмечает руководство Куйбышевской железной дороги, по сравнению с прошлым годом число ДТП выросло в два раза. Для профилактики подобных происшествий в регионе проходит акция «Внимание, переезд». В мероприятиях принимают участие сотрудники ГИБДД и представители автотранспортных предприятий, которые в очередной раз напоминают автовладельцам об основных правилах при переезде через железнодорожные пути. В прошлом году установили специально заградительные металлические ограждения. В том году установили на двух переездах. Это по станции Глотовка и по станции Молвина. И в этом году еще запланирована установка таких заградительных устройств по станции Охотничьи 871-й километр. И в дальнейшем мы будем оборудовать все переезды уже такими ограждениями, чтобы можно было, как водителя, я так думаю, остановить. Обращают внимание организаторы и на состояние автомобильных подъездов и дорожных знаков, и на условия видимости. Здравствуйте. Смотрим, какая-то акция «Внимание, переезд». Вот мы всех водителей обращаем, чтобы не нарушали правила дорожного движения, не выезжали на красный свет и живо-здорово вернулись домой. Спасибо вам за внимание. Как отмечают участники акции, подобные профилактические меры помогают людям задуматься не только о потраченном времени на железнодорожный переезд, но и о бесценности человеческой жизни. Максим Писарев, Герман Баранов, Улправда ТВ. Бездействие власти или беспечность матери. К нам в редакцию обратилась мама трех детей и инвалид второй группы Анастасия Скворцова. Молодая женщина оказалась в непростой жизненной ситуации. В чем причина семейной драмы, расскажет Максим Писарев. Мама троих детей Анастасия Скворцова живет в скромной съемной однушке на верхней террасе. Правда, одна. Старшая дочь Книни уже 17, она учится в железнодорожном колледже и живет отдельно. А вот младшие, Павел и Сергей, пока живут в революционном центре «Алые паруса». Но это вынужденная мера. История началась несколько лет назад, когда Анастасия взяла кредит на замену окон в собственной квартире, задолжав банку сумму в 100 тысяч рублей. Оказавшись под давлением коллекторов, Анастасия продала квартиру, покрыв все долги, и в 2019 году, по согласованию с органами опеки, купила дом в Майинском районе. Отметим, что женщина инвалид второй группы, а в силу ее заболевания именно социальные службы дают разрешение или отказ в подобных сделках. Прожив в доме полгода, стало ясно, что жилье находится в аварийном состоянии. Анастасия обратилась к адвокату Оксане Мулиной, чтобы подробно разобраться в ситуации. Выяснилось, что фактически нашу героиню обманули по стоимости этого жилья на 845 тысяч. Жилье, которое по технической экспертизе стоило 345 тысяч, ей продали за 1 миллион 150 тысяч. Как отмечает адвокат, видя всю тяжелую ситуацию Анастасии, органы социальной защиты с легкостью согласились на эту сделку, не оказав Анастасии никакой социальной поддержки. Впоследствии обратившись в суд, дело о купле-продаже было выиграно, хотя и здесь возникла новая проблема. Представители ответчиков сказали, мы с соцзащитой уже порешали, что сейчас мы выйдем в суд с иском, а признание ее недееспособной. И впоследствии мы ей назначим опекуна, какого мы посчитаем необходим. И эти опекуны придут в суд и откажутся от исковых требований по сделке, скажем, врача Михайлова. Это заявлялось открыто, подал ее запись. Суды по купле-продаже дома и квартиры Анастасия выиграла, но до сих пор не получила судебного заключения по квартире. Теперь она на свою пенсию вынуждена снимать жилье. Из-за возникших трат дети живут не с матерью. В сложившихся обстоятельствах органы опеки подали заявление в суд об ограничении Анастасии в родительских правах, ссылаясь на ее недееспособность. Органы опеки подали на меня на ограничение в родительских правах. По той причине, якобы я в связи со состоянием своего здоровья, я не могу заниматься воспитанием своих детей. Им лишь бы отойти от меня и от своих обязанностей, вместо того, чтобы помочь. А забрать проще с семьи. Как-то мы жили же 17 лет. Сложившаяся ситуация вызвала большое общественное недовольство. Одним из общественников, ставших на защиту Анастасии, стала Евгения Калашникова, которая уверена, что проблем с воспитанием и развитием детей в этой семье не возникает. У Анастасии есть два сертификата. Семья. И согласно закону, она имеет право их использовать на образование своих детей. На лечение, на образование. Я пока не вижу никаких проблем, которые бы могли послужить тому, чтобы забрать у нее детей. Как отмечают специалисты органов опеки, ситуация с гражданкой Скворцовой непростая. Однако обратились в суд небезознавательно. Эксперты усмотрели, что она не всегда может правильно оценивать свои действия. Даже вот учитывать продажу квартир, который происходил, она сама как бы поясняет, что она не могла полностью оценить. Дети также вот уже не первый раз попадают по ее заявлению в госучреждение. Поэтому было принято такое решение, чтобы именно с ограничением обратиться с иском в суд, учитывая ее состояние здоровья. 27 августа станет для Анастасии решающим днем. Именно в этот день она узнает результаты судебной медицинской экспертизы, по результатам которой будет ясно, ограничит ли суд ее в родительских правах или же нет. Итоговое судебное заседание назначено на 30 августа. Одним словом, ситуация непростая и больше всего, как правило, в этих условиях страдают сами дети. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. В региональном министерстве просвещения и воспитания уверяют, учебный год начнется в вочном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Впрочем, к маскам и антисептикам ребята уже привыкли. Их ждут другие новшества. Какие, расскажет Антон Никонов. Безопасность детей превыше всего. 1 сентября вся школа Ульяновской области соответствует требованиям такой безопасности. При входе в образовательные учреждения должны работать турникет с металлоискателем, камера с распознаванием лиц и пост охраны, на котором имеется тревожная кнопка и брелок, необходимый охраннику при обходе здания. В средней школе номер 15 к учебному году готовы. Также образовательная организация позаботилась о дезинфицирующих средствах, термометрах и рециркуляторах. Второй год у нас меняются правила, правила входа и выхода учащихся. Школа большая, 800 человек. Поэтому у нас работают два входа. Поскольку первый вход, куда в основном входит начальная школа и основной звено, их больше в школе, начальная школа у нас больше 300 человек, они входят в центральный вход. А старший класс входит в запасной выход. И там нет турникета. И чтобы как-то тоже быть в безопасности, мы приобрели в этом году два металлодетектора. Пищеблок и столовая также прошли проверку санэпиднадзора. Просторные современные трапезные школьники будут питаться по расписанию, чтобы избежать скучности и столпотворения. Социальное дистанцирование в приоритете. Занятия по физической культуре при благоприятной погоде планируют проводить на пришкольной территории, богато оснащенной спортивным инвентарем. На базе школы прошло заседание антитеррористической комиссии в Ульяновской области, на котором исполняющая обязанности регионального министра просвещения и воспитания Ирина Киселева объявила, что все образовательные организации города готовы к началу нового учебного года. Вход родителей в здание будет ограничен, поэтому на учителей возлагается большая ответственность. Уважаемые родители, я должна к вам обратиться с просьбой, чтобы вы понимали данную ситуацию и относились к этому с пониманием, потому что здесь в образовательной организации должны быть обеспечены соответствующие мероприятия по охране жизни и здоровья ваших детей. В этом году впервые за парты сядут около 14 тысяч первоклашек Ульяновской области. Всего же более 124 тысяч школьников начнут очный учебный год в родных школах, гимназиях и лицеях. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ. Проект по сбору народных инициатив «Движение вверх» дошел до Ульяновска. Своими идеями на ближайшие 10 лет делились жители Засвияжского района. О том, что предлагали люди, расскажет Рината Алиулова. Мамам не хватает денег. Эта фреза стала флагманом сразу нескольких идей, озвученных на стратегической сессии. На этот раз своими предложениями по улучшению качества жизни на ближайшие десятилетия делились жители Засвияжского района Ульяновска. Так, прекрасная половина участниц выступала за дополнительную финансовую и социальную поддержку матерей в декрете, а также продлении самого срока отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Эти предложения стали лидерами рейтингового голосования в разделе «Демография». Среди голосов поддержки немало мужских. Новые для нас и почаще такие форматы, потому что здесь каждому можно высказаться, предложить какие-то идеи, проекты свои. Вот, ну, конкретно по нашему Засвияжскому району, поэтому я считаю, это очень полезно. Особенно, ну, для молодежи, для среднего поколения. Одна из самых юных участниц стратегической сессии. 20-летняя Елена, пожалуй, говорила за всех абитуриентов. Она предложила увеличить количество бюджетных мест в институтах. Я сама студентка, и очень было мало бюджетных мест, было очень трудно поступить. Вот, поэтому моя идея заключалась в том, чтобы было больше бюджетных мест, чтобы также по поводу ЕГЭ, чтобы упростили немножечко его. А представители старшего поколения предложили создать институт бабушек. Это закон, принятый на федеральном уровне, где быть бабушкой – это работа. По мнению инициатора идей Ирины Арзамасовой, это поможет женщинам, которые желают воспитывать своих внуков, уйти, к примеру, раньше на пенсию. Но, что самое важное, институт поможет повысить качество воспитания и сохранить семейные ценности. Тем самым мы уменьшим, как сказать, не нужно будет столько уже мест в детских садах, потому что бабушки будут заниматься внуками, дети будут под присмотром, дети будут правильно воспитаны, я считаю, потому что большинство наших бабушек все-таки несут моральные ценности правильные. Эту идею охотно поддержали эксперты площадки. В ней есть все звенья схемы, по которой работают на страцессии. Идея, аргумент, результат. А главное – нацеленность на будущее. Они бы взяли на себя заботу подрастающему поколению и воспитание. К сожалению, у нас есть образование, а вот с воспитанием у нас некие проблемы. И именно этот институт позволил бы создать правильное мировоззрение и сформировать ценности и убеждения у молодого поколения. Также жители Засвияжьей хотят переформатировать работу психологов, сделать эту службу доступной и более привлекательной. Люди путают и психолога, и психиатра. И сейчас, если мы говорим о стратегии на долгие годы, дети же тоже все разные. И у них у всех разные проблемы. И решать это сейчас должны разные специалисты. Глава местной администрации Наиль Юмакулов, который также посетил страцессию, рассказал, сейчас Засвияжий остро стоят два вопроса благоустройства из пилдереев. Глава района признается, если бы он был участником сессии, то обратил бы внимание еще вот на что. Засвияжий район является центром промышленности города Ульяновска. Это очень важно. И, конечно, для того, чтобы иметь большую промышленность, нужно иметь, конечно, давые ресурсы. Напомним, стратегические сессии «Движение вверх» проходят по инициативе главы региона Алексея Русских. Следующими свои идеи предложат лидеры общественного мнения Завожского района. Ринат Алиулова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ. В Ульяновске подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Задержаны 50 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В том числе 9 водителей задержаны за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает всем ульяновцам о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. В противном случае вы рискуете лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. А повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования является уголовным преступлением. В селе Холстовка Барышской епархии – это Павловский район Ульяновской области – близится к концу возрождения уникального деревянного храма Архангела Михаила. В этом году у этой церкви сразу три юбилея, а в его истории и истории его возрождения много удивительных и чудесных событий. Но все по порядку в материале Дмитрия Гурина. Храм Архангела Михаила в небольшом селе Холстовка с населением в четыре сотни человек, признан памятником архитектуры регионального значения. Местные жители называют эту церковь черной из-за необычного темно-коричневого окраса. Построенная 135 лет назад церковь Архангела Михаила многое повидала на своем веку. В 30-х годах прошлого столетия храм закрыли и переоборудовали подзернохранилище, потом и вовсе забросили. А в конце 80-х – начале 90-х годов произошло чудесное появление в Холстовке странствующего старца Владимира Тимофеевича Гусарова. Он остался жить в селе в этом домике и начал своими силами реставрировать уникальное строение. Практически сразу, ровно 30 лет назад, тут возобновились божественные литургии. Значит, церковь деревянная, кажется, вторая по высоте в Ульяновской области. Вот из деревянных, можно сказать, самая лучшая, так вот, как говорят, со стороны. Церковь уникальная, в принципе, акустика хорошая. В 1997 году старец Владимир Гусаров умер. Перед смертью у него открылся дар прозорливости. И он предсказал, что однажды появится потомок, который возродит храм и вернет его величие. Пять лет назад предсказание старца сбылось. Оказывается, что здесь родовое гнездо Тамары Федоровны Мантуровой, мецената и матери нынешнего министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Она несколько раз приезжала в Холстовку. Была проделана колоссальная работа. Ведь нужно было не только качественно восстановить церковь, но и сохранить ее первозданный архитектурный вид. Спустя пять лет результат налицо. Этот храм уже под стать московским храмом. Как его говорят, под стать Дивеевской, мол, монастырю, плиточка, газоны, мы видим все. Вот, прекрасно отреставрил внешне, вот, ну, на высоком уровне все. Сейчас, закончив внешнюю отделку и благоустройство территории, реставраторы храма перешли к внутренней росписи. Установили леса под главным куполом этой православной жемчужины. Расписан храм будет под стать своему внешнему убранству. Но главная задача, говорят священники, еще впереди. Наша задача теперь, как говорится, привлекать народ, чтобы храм не пустовал, не в качестве музея был со своей красотой, а чтобы он находил, наполнялся людьми. Вот, ну, это задача священства. Роспись свода главного купола храма планируют закончить уже к 21 ноября, ко дню собора Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Тогда же в этих стенах, возможно, состоится и первое за последние 100 лет архиерейское богослужение. Дмитрий Гурин, Алексей Шишов, Игорь Улитин, Юрий Конихин. Специально для новостей Уллправда.ТВ. Библиотека номер 17 Содружества в этом году приобретет статус модельный. Подобные библиотеки имеют уникальные современные подходы к привлечению молодежи и взрослых, компьютерные залы, игровые зоны для маленьких детей. При этом каждое учреждение по-своему уникально. В библиотеке номер 17, например, развивает национальную культуру. Учреждение уже стало местом, где проводят мероприятия «Татарская национально-культурная автономия». Также в библиотеке есть свой небольшой музей. Началось это в далеком уже 1988 году с небольшого фонда, который оказался в нашей библиотеке, фонда на татарском языке. И вот тогда возникла идея создания такой уникальной библиотеки, где будет собираться фонд на национальных языках. Вот сейчас он насчитывает более 5000 экземпляров. Кроме книг, среди экспонатов – ткатский станок, прялка, костюмы, люлька, посуда. Всего 130 предметов. Завезли мультимедийное и музыкальное оборудование и новые книги. В будущей модельной библиотеке планируется сделать несколько зон, в том числе и антикафе. Ремонт выполнили по НАСПроекту «Культура». 27 августа в Ульяновской области ожидается солнечная погода без осадков. Днем температура воздуха составит 21 градус. Ветер северо-восточный – 4,8 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 20, 3, 0, 0, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова